Ай! Здорово. Как, короче, стримить? Покажите мне. Так, всё, я с вами теперь. Так, чем сегодня заниматься будем? Да, пацаны, на самом деле, деньги закончились, решил подрубить. Ну, чтоб вы знали. То есть, ну, не грамма пиздежа вообще. А, не, короче. Короче, сейчас. Я, значит, впервые в жизни сходил на квест. Угадайте, какой. Ай. Да нет, да митинг нет, 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 нет. Митинг, кстати, цивильный был. Типа, всё максимально цивильно. На какой квест я сходил? Я сходил на жёсткий квест, где нужно выбрать режим. Поняли? Нет, не BDSM, но что-то в этом стиле. Ты, короче, приходишь такой, даёшь денюжку, выбираешь режим, и я выбрал режим хард с болью. Бля, чуваки, нам таких пиздов дали. Нам так, нас так пиздили. Я просто в ахуе сидел. Только матные слова. Это жесть полная. Это ещё, кстати, не самый максимальный режим. Там есть прям чё-то типа оверкилла, поняли? Это там, там можно актёру в лицо давать, в ответку. Это такая дичь вообще. В общем, нас там привязывали, пиздили. У меня, короче, ссадины на бедре, там, на спине. Следы удушения, блядь, на шее. Вообще, просто пиздец полный происходил. То есть, пацаны оттуда все, кто со мной был, вышли все отпизженные. Кто хромал, кто за спину держался. Это просто дичь была полная. То есть, мы такие... Я такой, не, я больше не пойду. Мало того, что я денег, как бы, даю, к меня ещё за мои же деньги и пиздят. Это же проще калкашу какому-нибудь доебаться на улице. Пусть он тебе пиздюлей даст. Просто так же потерпеть надо. Типа, в ответку-то нельзя актёру бить. И мы, короче, выходим в конце квеста и спрашиваем, блядь, что-то так жёстко, пиздец. А мы ещё с митинга пришли. Говорим, блядь, вот хорошо. Ну, на самом деле, говорю, ребят, вот вам квест был, да? Это всё митинг. Говорит, да, говорит, да, этот. Росгвардия бы тебя отпиздила. Чувак, актёр, который нам пизды давал, говорит, я, типа, два месяца назад уволился оттуда. И все такие, а, ну понятно, типа, чё мы тут, блядь, избитые все такие, ебеня полные. Хули нет. Короче, сходил на Форсаж. Говно. Просто, ну, вообще не зашёл. Я просто молился, чтобы он уже закончился, этот фильм. Потому что у меня где-то, наверное, в самом начале я начал подозревать, что, возможно, я всё-таки попал не на Форсаж. Скорее всего, я попал на фильм под названием Терминатор. Судя по всему, какой там охеренный афроамериканец был в главном герое. А, нет, погодите, он был главным злодеем. Вы знаете, если я вам даже спойлерну, вы сразу поймёте, что на это ходить нельзя. Хотите? Короче, концепция фильма заключается на том, что некие террористы изобрели какой-то вирус. А эти два додика в виде Стэтэма и Скалы должны спасти весь мир. Но им мешает главный злодей, который нереально прокачан, и кости у него из железа, поняли? И у него нереально крутой мотоцикл, который может складываться, понимаете, как у Тони Старка, если что. И вот это всё в Форсаже, я сейчас не шучу. Пиздец, я говна, вообще говнища такого никогда в жизни не видел. Вы думаете, я, может, что-то сочинил? Нет. Чуваки, нет. Он, этот мотоцикл, он, короче, бежит, какой-то щит кидает, поняли? И этот щит превращается в мотоцикл, он на него садится и едет, поняли? Я даже попутал иногда, думал, Мстители, что ли, смотрю, думаю, пиздец. А, нет, погодите, был инцидентик такой небольшой, я вам забыл рассказать. Короче, сидел, ну, естественно, себе чепчик сделал, вот этот великолепный. Пошёл с ним, значит, я на улицу, но я уже рассказывал, что меня доебались, да? Сегодня, короче, не пропустил каких-то чуваков на семёрке, поняли? Не пропустил, типа, такая пробка до дома, думаю, ну, чё, я пропускать, что ли, буду? Вы бы видели, там, такие злые лица, вообще, проехали, там, чувак вот так выпрыгивает из окна, такой, типа, на меня, бля. Я смотрю, с таким лицом вот так сижу. А сам в голове думаю, ну, и чё, обезьяна, чё ты сделаешь? Ничего, уехал. Это, это, ну, это пиздец полный. Не пропустил семёрку, чуть ли меня не убили, вообще. Там, причём, чувак, вот, реально, такое быдло, вот, на него посмотришь, реально, обезьяна. Какой там, у-у-а-а, вот, не выкрикивал ещё. Котлетка, короче, поехала с Макдональдса. Он, наверное, уже ещё скончит. Сейчас, немножко ещё подожди. Заебали уже. Ну, чё-то самому мотоцикл захотелось недавно. Понял, что погибнет. Пострижися. Ну, привет, здорово, братик, пострижися. Как вы заебали своими рисунками, блядь. О, нихуяся. Так, ну ладно, можно, наверное, показать, я думаю. Зацените, чувак, чё сделал, из текстов нарисовал. Ну-ка. Чё там написано вообще? Ой, тут из ников стримеров, алё, тут вон. Вижу АВГНа, Паши Дизеля вижу. Моё, прикольно. Валакос. Фабаёба. Это R вообще, или что это за буква? Это... Нагд... Нагд... Нагдплей какой-то. Так, ладно. Сейчас, чё-то там, да ёптвою мать. Чувак, успокойся, ты чё мне, в хату ещё заложи свою, блин. Вот, вот это хорошая идея, потому что я хочу на новую хату, у меня два рисунка уже есть, и... Один в рамке, другой... Другой тоже в рамке вроде, я не помню. И этот повешу. Будет всё вот так вот бахнуто. Прикольно, надо чё-то фанатский уголок какой-то себе придумать. Например, вот ту куколку, которую меня... Мне девочка подарила, отправила по почте, она у меня в машине лежит. Не знаю, просто... Я эту куклу маме показал, она говорит, ты нормальный вообще, такое, такие подарки принимать. А она, блядь, один в один похожа на куклу для обряда. Я когда её открыл, взял в руки, я такой говорю, я сейчас проткну её иголкой, я сдохну. Мне говорят, нет. Ну, она так там и лежит, короче. А ещё вчера чуть в аварию не попал. Тоже интересная история. Хотел бы вам показать с регистратора весь пиздец, но, увы, к сожалению, я забыл кнопку записи на регистраторе нажать и сохранить, чтобы он записывал постоянно. Поэтому последняя запись с регистратора была аж седьмого. И, скажем так, я так пересрал, чуваки, просто пиздец. Я ничего не нарушал, вообще ничего. Я ехал как надо. Я, типа, выезжаю на... Ой, давайте я вам нарисую схему вообще, что произошло, чтобы вы понимали хотя бы. Я просто к тому говорю, что я охреневаю с того, какие овощи просто есть. Вы потом охренеете, я сам охренел. Короче, у нас на районе есть круговое движение небольшое. То есть оно рисуется так. Вот это вот... Представим, что это мост в Новогиреево. Вот туда, если что. Там вот так дорога, естественно, идёт. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, отменяем всё это. Там есть вот такая развилочка. Так, вот так, значит, идёт дорога. Вот. Тут, значит, дорога. Тут ещё один съезд. Вот так это всё. Вот сюда ещё дорога идёт. Ну, дворовая. То есть, когда ты едешь... Сейчас, вот тут запрещено. Вот тут, погодите, въезд. Блядь, ещё одно круговое. Полоса. Короче, вкратце, я очень херово на это самое нарисовал. Но, значит, я еду изначально вот здесь. Но тут такая пробка образовалась вместе вот тут вот с этой полосой, что я решил перестроиться. Я начал ехать тут. Тут вот ебан поехал. Я такой, ну еду ж прямо, правильно? И он, сука, со второго ряда, блядь, как давай вот сюда поворачивать, короче. И вот так вот машину выставил. Ебать, чуваки, я резко руль влево, у меня машину боком вот так понесло. И вот тут я остановился. Он ко мне подъезжает вот сюда. И такой говорит, о, кстати, я могу реально гугл мапс открыть, что-то я не додумался. И он такой говорит, останавливается такой сам перепуганный. Потому что я чуть не уебался, люто. Прям, жесть. Я просто без машины бы остался. Он такой, ну ты в слепой зоне был, братан, прости, реально не заметил. Я такой в ахуе сижу. Я такой говорю, мужик, езжай, а, блядь. Типа, все, и он уехал. А я в ахуе вот такой, типа, у меня руки трясутся, типа, что за пиздец. Я сейчас покажу, где это произошло. Но, это пиздец, ребят. Так, это какой год до нашей эры? Вот, вот этот вот пепелапс ебучий, вообще, я просто в шоке был, еб твою мать. Вот тут была пробка, вот сюда я выехал, и этот ублюдок вот отсюда выворачивать стал. И я вот так вот прям по бортику проехал. Сколько по скорости, блядь, меньше 60, дядь. Ехал бы больше, наверное, погиб бы. Все, дайте смотреть. Нормально у тебя прошлое, Люб? Тюремное. У, мне вот это, я, короче, не знаю кто, я один раз в МакДак приехал. И я такой думаю, ээ, можно, я говорю, мне пирожок, пожалуйста? И мне такой отвечает, конечно можно. Я не понял по голосу, мужчина это или женщина, честно говорю. Я говорю, ээ, а можно пирожок, который двойной у вас, вот, ээ, я просто не разбираюсь. Конечно можно. Я подъезжаю, смотрю на продавца, на кассира вернее. И я вот, ну, я очень долго смотрел, я так и не понял, кстати, кто это по полу. И с голосом тоже непонятная тема какая-то. Он что-то нейтральное, знаете, между мужчиной и женщиной, и голос тоже самое нейтральное. Короче, в МакДак можно идти. Капа Прайд. Я бы тоже хотела спросить. Твоё сердце разбитое. Сегодня истории какие-то убогие, вообще, вот просто к чему я их вообще выдаю. Скорее всего, ближайшее время ты не нашёшь. Да просто, пацаны, просто. Слишком скучно живу. У меня какой-то реактор в ухе гудит. Сейчас. Из-за чего? БЛЯТЬ! Всё, перестал гудеть. Только после того, как меня ёбнул. У меня чё-то всё тут током бьётся, я боюсь, честно. Соедини между собой две скверки. Блять, биздец, вы представляете, я, я... Вы слышите, нет, как я бьюсь? БЛЯТЬ! Меня уже хилово бьёт! Так, тихо, я... Сергей Трофимово бьёт!